Потому что эта неделя, она посвящена Дню памяти жертв Холокоста. И есть такое мероприятие, скажем так, как молитвенный марафон. И мы участвуем в нем. И вы знаете, есть одна вещь, которую Бог забывает. Что Он забывает? И никогда не вспоминает. Он написано, Он когда смывает грех, Он забывает о нем. И больше никогда не вспоминает. Но есть вещи, которые Он помнит. И в Деяниях, в 10 главе, написано, что был некий муж по имени Корнилий. И этот муж, он делал много милостыней народу Божьему и молился. И когда ангел пришел к нему, он сказал, что твои милостыни и твои молитвы, они пришли на память Богу. Аминь. Есть вещи, о чем Бог помнит. О том, что ты сделаешь здесь, на этой земле, ради Него. Он помнит твои молитвы. И это хорошая новость. Аминь. Он помнит наши молитвы. О чем мы молимся. Но есть вещи, о которых Бог хочет, чтобы мы молились. Есть вещи, о которых Он хочет, чтобы мы напоминали Ему. И одна из таких вещей, о которых Он хочет, чтобы мы молились. Написано, напоминайте, напоминайте мне об Иерусалиме, доколе я не восстановлю его. Доколе я не садил его славою на земле. Он обращается к стражам на башне, которые молились. Поэтому мы принимаем участие в молитвенном марафоне. Мы напоминаем Богу о тех планах, которые Он планирует совершить. И Он совершает их. И в скором будущем Он приведет это все в окончательную фазу или стадию, скажем так. И мы хотим участвовать во всем том, что делает наш Отец Небесный. Аминь. И вообще это всегда приятно. Вам же приятно, когда дети ваши участвуют в том, в чем вы. Когда они вам помогают. Да? Любой родитель, он рад этому. И когда мы принимаем участие в том, что совершает Бог, ему на самом деле приятно. Аминь. Поэтому давайте мы будем сегодня, мы будем молиться за израильский народ. Мы будем молиться против антисемитизма. Мы будем молиться за Россию. Много за чего мы будем молиться. Мы будем сегодня что-то делать. Мы будем сегодня совершать Божью работу. Аминь. Как церковь. И я верю, что Бог почтит нас. Бог не забудет о нас. Аминь. И наши молитвы, они будут отвечены. Аллилуйя. И сейчас мы посмотрим сюжет. Как этот молитвенный марафон, это второй молитвенный марафон уже. Он был в прошлом году. И мы посмотрим, как он проходил в прошлом году. У нас есть некий ролик. Его посмотрим. Поистине историческое событие. 30 января 2020 года состоялся первый всероссийский молитвенный марафон, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Служения прошли в 128 городах России, от Командорских островов до Калининграда и трех городах Прибалтики и Украины. В марафоне приняли участие 332 евангельские общины разных конфессий и динаминаций. Общее число участников – более 10 тысяч человек и более 22 тысяч тех, кто смотрел трансляцию онлайн. 12 ведущих и более 30 волонтеров помогли марафону состояться. Такого в России еще не было. Что же такое всероссийский молитвенный марафон? Я думаю, я уверен, это богослужение Евангельской Церкви России. Сегодня было потрясающее 12-часовое богослужение Церкви, богослужение примирения с еврейским народом, обращение сердец отцов и детей, как об этом писал пророк Малахия. Мы становились ближе через боль, через принятие, и это делало нас одним народом. С минуты молчания началось служение молитвы за Израиль в Московской Церкви «Благая Весть». Более 250 верующих из разных общин Москвы официальные гости, пасторы и служители собрались вместе, чтобы почтить память погибших и еще раз вспомнить о Холокосте. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует сегодня, в этом году, в первом всероссийском марафоне молитвенном. Мы очень рады, что это происходит, мы очень это ценим. Память о Холокосте – это очень важная вещь не только для еврейского народа, а вообще для всего мира. Во-первых, для того, чтобы вспомнить тех, кто убиты, и во-вторых, сделать все для того, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. Большое вам всем спасибо за это. Этот челлендж, чтобы сделать все, что бы это ни было, это касается всех. И тот факт, что Церковь это делает, для меня, как еврей, как израильтянка, как директор такой организации «Тут в России», которым мы делаем все в еврейской общине, чтобы это действительно, особенно новое поколение, да, узнало, знало. Я думаю, что это очень важно. Я просто для меня это еще возможно сказать огромное спасибо за то, что это есть, за то, что вы есть, за то, что все, что вы делаете. Также в рамках служения прошла выставка Шоа «Холокост. Как человек мог сотворить такое», представленное научно-просветительским центром «Холокост». Конечно, основная цель собрания – это молитва. Молитва за еврейский народ и Израиль, за мир, за тех, кто выжил в Холокосте. В этот особенный день, событие, которое только что закончилось здесь, в стенах Московской церкви «Благая Весть», стала частью молитвенного марафона. И здесь мы вместе молились за Божий народ. Присутствовали особенные гости и посол Израиля. Вместе мы молились, и мы благодарим Бога за то, что мы сегодня можем быть частью того, что происходит в России. Мы помним! Мы вместе! Информационное бюро «Спектр», Москва. Доброе утро, церковь. И, знаете, я честно признаю, что я… Ну, слушал, да, я слышал о Холокосте, я знал, но я никогда не углублялся. Я никогда не углублялся этим вопросом, и буквально вот эта неделя, она сильно изменила мое мировоззрение. Я просто начал искать, я начал копать, потому что мне сказали, ты будешь говорить, ты будешь… Я думал вообще о другом проповедовать, но паспорт сказал, это неделя, и ты должен подготовить, ну, рассказать о Холокосте. И, знаете, я когда туда углубился, настолько это страшно. Знаете, иногда ты читаешь, и текут слезы. Вы понимаете, это не стыдно, потому что это настолько переживаешь, потому что там маленькие дети. Ты удивляешься жестокости и безразличию, понимаешь, даже понимаешь, что это люди, они… Это не люди, это одержимые люди, потому что не может здравый человек так поступать с людьми, не может. Это насколько нужно было положить в свое сердце ненависть к другим людям. Вообще Холокост и вообще антисемитизм, он берет, знаете, ну, большое, да, далекое начало. И, понимаете, вот мы в прошлом, если смотреть, в прошлом году был марафон у нас начался, да, первый, всероссийский, международный. И, знаете, памяти… Я увидел, нам показывали клип о двух девочках. Помните все, которым спросили, что такое Холокост? Они сказали, ну, что-то какое-то средство там для мытья, может быть, шампуня, может быть, еще что-то такое. Их повезли в Бухенвальд или в Освенцум, показали, что это такое, в самом деле, Холокост. И у девочек изменилось, знаете, я думаю, вот как можно не знать такое? А вот буквально на днях мне стало стыдно, вот мы общались с пастором Артуром. И, знаете, я понял, что мы виноваты. Нам передали это знание, но мы не передаем дальше. Девочки эти невиновны. Просто им никто не рассказал, их никто не научил. Поэтому нам важно помнить, поэтому нам важно передавать своим детям. А наши дети должны передать другим, своим детям, то, что происходило. И чтобы, не дай бог, это больше не произошло на нашей земле. Каждый год в конце января в ООН отмечают День памяти жертв Холокоста. 27 января советские войска освободили один из самых страшных нацистских лагерей смерти. Аушвиц Биркенау известны также по польскому названию освенцам. И это лишь один из множества лагерей, в которых гитлеровцы планомерно осуществляли принятое на государственном уровне окончательное решение еврейского вопроса. Нацистская Германия и ее сторонники в 30-х годах прошлого века задались целью уничтожить еврейское население Европы. Этот процесс начался в 1933 году, практически сразу после того, как нацисты пришли к власти. На протяжении Второй мировой войны немцы организованно, систематически осуществляли свой чудовищный план. В результате на территории Европы было убито 6 миллионов евреев. Сначала их сгоняли в гетто и производили массовые расстрелы, а в период с 1941 по 1945 год вывозили в концлагеря, такие как Освенцам, Треблинка, Бухенвальд, всего более 20. Эту фазу немцы назвали окончательным решением еврейского вопроса. Само слово «Холокост» происходит от греческого, и что значит «все сожжение». Трагедией Холокоста являются не только масштабы уничтожения, не только жестокость и бесчеловечность хорателей, но и равнодушие народов, позволившее этой трагедии состояться. К сожалению, в то время хранила равнодушное молчание и христианская церковь. Наши молитвенные марафоны говорят о том, что времена равнодушия церкви по отношению к еврейскому народу и Израилю закончились. Господь вводит нас в новые времена, когда церковь будет благословлять Божьего первенца и станет Его верным помощником и защитником. Это сейчас идет по всей России, да? Как это здорово, что мы можем принимать участие в этом. И мы должны это делать, мы не должны оставлять этого. И я хотел бы, знаете, вот я буквально вчера смотрел и читал историю и увидел одну вещь очень интересную. И когда крестоносцы прибыли в Иерусалим в 1099 году, они согнали всех евреев в большой синагоге и подожгли ее. И пока здание полностью не сгорело, торжествующие крестоносцы маршировали вокруг и пели «Христос, мы обожаем тебя». Понимаете, вот этот вот дух антисемитизма, он начал давно, понимаете? И это еще укоренилось в то время, когда евреев, христиане, они сделали виновниками смерти Иисуса Христа. Понимаете, это мы сейчас понимаем, что наши грехи, они виновники смерти Иисуса Христа, правильно? Он сам пошел на смерть, чтобы мы имели прощение. Но тогда христиане, этот дух антисемитизма, он овладевал головами, мыслями людей, чтобы как можно больше навредить избранному Божьему народу. И я вот просто, не знаю, я переживал сильно, и меня немножко так волнуешься, когда говоришь такие вещи, это очень серьезно. Знаете, вот начиная с 1933 года, когда Гитлер пришел уже конкретно к власти, он пытался несколько раз прийти к власти, у него не получалось, его сажали на 5 лет в тюрьму, где он известную книгу свою написал. Но потом все-таки он пришел к власти. В 1933 году он уже тогда, только евреи, они почувствовали в Германии на себе, что такое просто нацизм, что такое дух антисемитизма был уже высвобожден более жестоко. Их начали сгонять, им объявили бойкот в 1929-30-х годах, им объявляли много что. Им объявили уже в это время, тогда им объявили бойкот, начали сбивать магазины. У них было много предприятий, у евреев, потому что христианам как бы не поддавалось заниматься финансовыми вопросами, миновщиками, и пришлось евреям заниматься этим. Потом люди стали завидовать им, что они производили, у них было много фабрик. 60% в Германии в то время производством занимались евреи, и 40% они содержали магазинов в Германии. И всего лишь, их так знаешь раздували, Гитлер так сильно раздувал эту ненависть, хотя по всему численностю немецкого народа, евреи составляли всего лишь 1%, всего лишь 1%. Но раздували как будто их там 100-1000%, и они их полностью оккупировали, и все их несчастья виновны евреи. Потому что, знаете, когда проблема, вы же помните, это все было после мировой войны первой, их обязали Германию выплатить там сколько-то миллиардов марок, им запретили там то-то, 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 и они были в нищете, у них было трудности. И в это время Гитлер стал подниматься на свою, так сказать, лестницу. И он использовал ненависть к евреям, чтобы подняться вверх. Понимаете, когда все плохо, человеку надо сказать, кто виноват. Еврей виноват в твоем положении, тебе плохо, знаешь почему? Потому что он хорошо живет, поэтому надо сделать так. Я когда начал читать, знаете, мне так это сильно зацепило, просто жестоко. И мы не можем, я слушал свидетельства трех детей, точнее они уже 94 года, 87 одной, и не помню третий. И они рассказывали историю, как они попали в лагеря, как они были там, как им получилось выжить. Это настолько сложно, да, после этого мало того, что они выжили, им нужно было потом вернуться к нормальной жизни, настолько сложно. И меня очень зацепила история одной девочки, которая говорит, когда нас везли в концлагерь, мама сказала, я лучше умру, чем я буду вести себя как животное. Пускай лучше меня убьют, расстреляют, но я не буду сдаваться. Она принимала три попытки на бегство. Она брала свою дочку на одном остановке поездов, но их поймали, ее приговорили к 35 ударам плетью. На третьем ударе девочка расскажет, что мама лишилась чувств. Потом, пока мама несколько дней приходила в себя, их везли в поезде, где очень было плохо, воняло, было темно, холодно и голодно. Говорит, мама пришла в себя, и на следующем полустанке она решила опять бежать. И когда их поймали, она сказала, стреляй полицейскому. Но он ее не стрелял, он ударил ее прикладом по голове, мама потеряла слух на два дня и почти зрение. Но на это мама не успокоилась. Она сказала, я все равно, буду предпонимать, пока нет. И когда они приехали, это уже перевалочный пункт перед лагерем, это была, как она сказала, слава богу, в самом деле настоящая баня. Где их повезли не в газовые камеры, как многих других, но в простую баню. И мама тут же не пошла в баню, пока была суета, много людей гнали, она взяла вещи, хорошие вещи, которые там их заставляли раздеваться, ну все оставлять. Они выбрали свои дочки и выбрали себе, оделись хорошо и пошли. Там было много полицейских, было много солдат, вермахта, и никто не обратил на них внимания. Это реально чудо божие. Понимаете, просто, говорит, я не знаю, почему они не обращали на нас внимания, может быть, они думали, что мы хорошо одеты, потому что, говорит, были довольно-таки хорошие вещи там валялись. И, говорит, может, думали, жена офицера с ребенком к кому-то пришла, ну так и рассказывает эта девочка. И, говорит, уже вот в конце, перед самыми воротами стоял постовой, говорит, ну мы думали, как пройти через него. И тут раздались выстрелы, и этот постовой куда-то быстро убежал, на выстрелы. И они быстро-быстро вышли и побежали, убежали с мамой, слава богу, говорит, так мы спаслись. Мы единственные, кто из того эшелона спаслись. Потому что остальных обрили, остригли, потому что немцы настолько практичны, были народ, что они все используют, чтобы ничто не пропало. Понимаете? И волосы, их потом просто заводили в такие камеры, я смотрел там, ну жестоко. Там заводили, сверху была капсула такая опускалась, туда газ-зарин, ну там много газов было, и люди убивали. После этого их выносили, вырывали зубы, ну все, что было ценное. И потом уже сжигали. И когда они убежали, там нашли, говорит, мы ходили, скитались от дома к дому, занимались попрошайничеством, ну просили милостинью. Говорит, и мы нашли, говорит, одну ферму на окраине, там была большая будка, была большая злая собака. Говорит, а мама очень любила, говорит, животных. И она начала подкармливать эту собаку, потому что эта собака была натаскана на охрану людей, ну короче, вот этого имущества, скота, и также натаскана была против людей. Но собака через несколько дней, говорит, к нам привыкла, и она позволяла прятаться у нее в будке. Говорит, потом местные, когда увидели, мама услышала, что они хотят нам причинить вред, собака пустила их к себе туда, и, говорит, мы находились там два дня. В этой будке они выходили оттуда два дня. Когда собаке приносили есть, она не ела, говорит, пока мы не поедим из его миски. Столько, представьте, собака, это животное. И мама сказала, говорит, представь, дочь, говорит, вот люди, да, животные, насколько они добрее бывают людей. Говорит, немцы, они ненасытны. Говорит, они убивают, 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 им все мало, мало и мало. Ну все, что происходило в Германии, да, происходило в гетто. Потому что Гитлер сказал, что гетто это неэффективно, потому что расстреливать людей было неэффективно. Поэтому они начали расширять эти концлагеря, там, где они травили газом и сжигали людей. Представьте, в день они можно было проходить до 80, настолько рассвернулись уже к концу войны, что до 80 тысяч нашей страны здесь столько много. И трагедия Бабьего Яра, все слышали о нем, помните? И песни в Советском Союзе были о Бабьем Яре, помните? Что там больше 150 тысяч человек похоронено. Примерно. Точно никто еще не знает, потому что, когда отступали гитлеровцы, они заставляли пленных выкапывать трупы и сжигать, чтобы скрыть свои следы преступления. Это примерно. На самом деле там очень много. Потому что по выписке какого-то эсэсовца, который писал, что, допустим, в Киеве, когда его оккупировали, там должно быть не менее 150 тысяч евреев. Им было приказано, приказано, ну как это, собраться на окраине города возле еврейского кладбища, чтобы для перевозки, переселения куда-то. То есть их обманули. Возьмите с собой ценные вещи, деньги, драгоценности и спальное, постельное белье им сказали взять. Все, что они взяли. И колонны людей утром 29 сентября начали выходить, 29 сентября, собираться возле оврага. И там они уже поняли, что их ожидает, что их обманули. И представить себе только, знаете, я когда просто... Только 29-30 сентября нацисты с помощью местной полиции убили в Бабьем Яре 33 771 евреи. За два дня. Это вот просто представьте себе, 33 771 евреи. Потом, конечно, там убивали много других цыган, политических, многих, кто против шел. И там я читал дальше, что не только фашисты были заинтересованы в смерти евреев. Там я читал вывески газет, которые писались в Киеве, что Сталин и евреи заодно. Что, представляете, там такие прям газеты. Там правда. Как? Крымская правда. Сталин и евреи жиды. Жиды, да, вот так. Они заодно. И вот, понимаете, я когда читал, что там были полицейские, которые даже ССовцы, специальные группы СС, которые были натасканы на то, чтобы уничтожать евреев, они удивлялись жестокости местной полиции, которые убивали. Понимаете, это не только немцы убивали евреев. Этот дух касался многих жизней людей. Ненависть к евреям, она и сейчас не закончилась. Поэтому этот марафон имеет очень большую важность и ценность, чтобы мы никогда не забывали об этом. Никогда не дали позволить забыть нашим детям. Мы должны говорить им. Потому что я каюсь, я не говорил это своим детям. Я каюсь, что я не углублялся этим вопросом. Но есть немного светло, говорит, христиане, церковь, она оставалась в стороне. Но, слава Богу, не все, не все. Я чуть нашел, я исторические факты нашел, что некоторые верующие, православные священники, пятидесятники, баптисты, они прятали, они прятали еврейских детей. Они не могли спасти взрослых, но они прятали детей. Ну, некоторых и взрослых спасали, но они прятали в основном детей. Они меняли им документы, делали поддельные документы, священнослужители. Сами шли на смерть, но спасали детей. Это так трогательно. И просто, знаете, сейчас, ну не знаю, как трудно говорить, но там брали детей, я читал, просто не знаю, но, чтобы экономить патроны, вот эти полицейские западной Украины, они брали детей маленьких за ноги и как за кроликов убили головой что-то. Просто так убивали. Это касалось сильно. Даже эсэсовцы были в шоке. Вот что интересно, понимаете? И нам очень важно сохранить это и передать другим. Я не знаю, я читал, у меня слезы текли. Настолько это было, ну я не знаю, я понимаю, что это не люди, это дух. Это дух, который просто, я не знаю, взял верх в жизнях этих людей. Поэтому нам важно сохранять все, что происходило, и передавать, не оставаться в стороне. Потому что, если мы посмотрим на всю историю, вот начиная, то, что я читал, то, что в 1999 году крестоносцы, они начали это, всесожжение. Первое всесожжение, которое они сделали и обвинили евреев, это началось еще тогда. Поэтому мы должны не оставаться в стороне. Потому что это может произойти в любое время и с любым другим народом. Мы должны помнить это. Аминь. И поэтому сейчас у нас по плану... Сейчас должен обращение пастора. Добрый день, братья и сестры. Я приветствую всех участников этого марафона. На самом деле, это так важно, благословлять Израиль, молиться за Израиль. Потому что в отношении призвания они возлюблены Божией. Бог не перестал работать с ними. Им верено Слово Божие. Он говорит много мест в Писании о том, что мы должны молиться за Израиль, благословлять Израиль. И я благодарю Бога за всех вас, которые в нашем регионе молились все это время за Израиль. Молитесь за Израиль, благословляйте, участвуйте в этом марафоне. И также я хочу поблагодарить Бога за возможность помолиться вместе с вами, поблагодарить Бога вместе с вами за Израиль и участвовать в этом марафоне. Господь, я благодарю тебя за Израиль, благодарю тебя Господь за этот диалог, который есть сегодня у нас. Иудеи христианские диалоги, я благодарю тебя Господь за то, что ты верил Израилю в свое слово. И благодарю тебя Господь за спасение, которое пришло в нашу жизнь через этот народ. Мы благословляем сегодня Твой народ, мы благословляем сегодня Израиль, благословляем землю, благословляем, молимся, Господь, за мир в Израиле, за благоденствие в чертогах Его во имя Иисуса Христа. Аминь. Я передаю этот марафон следующему часовому поясу благословения Вам. Аллилуйя. И поэтому мы сейчас тоже будем молиться за Израиль все вместе. И мы не останемся в стороне. Давайте откроем свои сердца и искренне помолимся сейчас за народ. Потому что само Слово Божие, оно говорит. Да? Благословляйте народ мой. Аминь. Давайте молиться. Аллилуйя. Аллилуйя. Мужчина. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы поднимаем пред Тобой, Господь, Твой народ из евреев, Господь. Мы благословляем каждого еврея, живущего на всей лице земли, молимся за их спасение, молимся за их исцеление и освобождение, Господь. Мы благословляем Твой народ, Господь, где бы он ни находился. Господь, мы благословляем Израиль. Мы благословляем Твою святую землю. Господь, мы молимся, чтобы мир Твой, Господь, Он наполнял, наполнял Господь жизнью этих людей. Господь, мы благословляем. И мы молимся, чтобы Господь это никогда, это служение, этот марафон никогда не остановился. Но чтобы Он более, более, более набирал обороты, Господь. Чтобы этот диалог между евреями и церквями, Господь, Он никогда не оставался в стороне. Но чтобы Он еще больше расширялся. Чтобы как можно больше церквей, они просто открывали свои сердца к евреям во имя Иисуса Христа. К этому диалогу, к этому служению. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем быть частью этого. Спасибо Тебе, Господь, нас. И прости нас за то, что мы оставались в стороне, за то, что мы не учили, не знали историю. Господь, и не передавали ее своим детям. Господь, мы можем все исправить. Спасибо Тебе за то, что Ты обличаешь нас, говоришь нам. Господь, и мы благословляем Твой народ. Потому что Слово Твое так говорит. Господь, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя. Да прославиться, Господь. Мы молимся, чтобы дух антисемитизма, он просто был искоренен и вырван из сердца людей, Господь. У меня много знакомых, которые до сих пор, Господь, обвинят евреев, Господь, во всех своих бедах. Господь, что они у власти, что они забрали все. Господь, и мы просто связываем этот дух антисемитизма и противостоим против Его именем Господа Иисуса Христа. И провозглашаем, убирайся вон из нашей страны, из России во имя Иисуса Христа. Господь, мы благословляем Израиль. Мы благословляем каждого еврея, живущего в нашей стране. И молим, чтобы их не постигла та участь, которая коснулась их во времена Холокоста. Господь, мы молим Тебя. Господь, собирай их так, как Тебе угодно. Да будет воля Твоя во всем, Иисус. Слава Тебе, честь и хвала. Аминь. Аминь. И также Слово Божие говорит, что мы должны благословлять Его народ. Я хотел бы зачитать из Священного Писания. Все каждый раз в конце служения мы читаем. И сказал Господь Моисея, говоря, скажи Араону и сынам Его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Так повелевает Господь священникам Своим благословлять Свой народ. Мы сейчас священники Бога Всевышнего здесь на земле. Мы избраны Богом служить и завоевывать сердца людей. Но также мы призваны и благословлять Его народ. Также мы призваны служить Его народу, чтобы они принимали Христа. Благодаря им, благодаря этому народу мы получили спасение. Потому что мы дикая ветвь, которая была привита, привита, привита к этой благородной, родной веткой. Поэтому мы, Библия говорит, нам не гордиться, но помнить откуда мы. Аминь. Если Он, так сказать, родную ветвь не пощадил, пощадит ли нас? Правильно? Поэтому будем помнить, будем благодарны Богу за все. И будем исполнять Его послание к нам. Аминь. И сейчас мы будем молиться за Россию. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за нашу страну. Мы благодарим Тебя за начальство и власть. Мы благословляем их. Мы благословляем, Господь, президента нашей страны. Благословляем все структуры власти. Мы молим, Господь, чтобы на всех уровнях нашей власти, Господь, никакого не было антисемитизма. Господь, не чтобы власти, они были здравыми. Во имя Иисуса, чтобы церкви, Господь, они поднимались на защиту евреев. Чтобы церкви, Господь, они открывали свои сердца, свои двери, Господь, евреям. И мы молим, Господь, чтобы в России никогда не повторился этот кошмар. Во имя Иисуса Христа. Господь, сохрани. Господь, дай им мудрости и милости. Господь, благослови нашу страну. И прости нас, Господь, за те ошибки наших предков, которые предавали смерти. И Твой народ, Господь, прости нас за это. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. И просим, благослови нас. Благослови наших детей, чтобы они не забыли то, чему будем мучить. Господь, слава Тебе, честь и хвала. Аллилуйя. Аминь. 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 Потерпите еще какое-то время. Аллилуйя. Вы знаете, есть одна удивительная история. Я хотел бы ее зачитать. Так что. Это история про одного сотника. Это Луки, седьмая глава. И здесь он услышал об Иисусе. И послал к нему иудейских старейших. Просить его, чтобы тот пришел исцелить слугу. Интересно, сотник посылает иудейских старейших. Чтобы те ходатайствовали за его слугу. И они идут. И мне было интересно, когда я читал эту историю, как они общались с Иисусом. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно. Говоря, что он достоин. Чтобы ты сделал для него это. И вот какие аргументы они приводили, убеждая Иисуса, чтобы он что-то сделал для его слуги. И это два аргумента. Всего лишь навсего два аргумента. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Аллилуйя. Всего два маленьких аргумента. Первое. Но я думаю, это самый важный аргумент. Он любит народ наш. И вы знаете, я заметил такую вещь, что когда ты любишь, ты не останешься безучастным. Аминь. Когда ты любишь, ты сделаешь все, чтобы сделать хорошо другому. Аминь. И вообще, я вижу в Писании, что любовь это самая важная вещь. Без любви все остальное это пустой звук. А сердце этого человека, оно было наполнено любовью. И так важно нам с вами сохранять эту любовь. Чтобы мы были движимы любовью. Потому что даже вера без любви, она не имеет никакой силы. Написано, что вера, она движима любовью. Аминь. И вот эта любовь, которая была в сердце сотника, она заставляла его что-то делать. Она построила синагогу. Она заставила его материально, скажем, издержаться для того, чтобы что-то сделать для них. И мы сегодня будем собирать пожертвования, часть из которых мы отправим на служение еврейскому народу. Аминь. Аллилуйя. И давайте, когда мы будем это делать, будем движимы именно любовью. Я верю, что от любви приходят плоды. Аминь. Это что-то принесет хорошее и прекрасное. Для нас же. Аминь. Аллилуйя. Давайте соберем. Аминь. 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 Продолжение следует...